дорогие друзья о прогестероне я могу разговаривать часами 2013 году была создана книга которая называлась гормонотерапия вакушерстве и гинекологии и иллюзии и реальность и она была посвящена именно прогестерона началась эта книга из обычной статьи простой статьи разъясняющий мои отношения прогестерона потому что наблюдая за тотальным каким глобальным употреблением прогестерона назначением врачами прогестерона кому только не хочешь и особенно при беременности конечно же я какой-то степени была в шоке потому что этого не наблюдается в развитых странах это наблюдается вообще даже в отсталых странах то есть не в африке не в азии за исключением конечно что есть врачи которые назначают основном это выходцы из наших регионов или же врачи которые не учатся то есть очень отсталые врачи но в основном прогестерон не используются в таком огромнейшем количестве как постсоветским врачами и поэтому возник вопрос почему это случилось и сами женщины превратились в зависимые существа то есть это трястущееся переживая все существа что у них сорвется беременность а значит обязательно нужно что-то глотать нужно вот сидеть на прогестероне иначе эта беременность сорвется и тогда я написала статью которая называется прогестероновые нации из этого практически началось мое объяснение людям коллегам и вообще тем кто интересовался темой гормона при беременности что такое прогестерон когда мне упрекает иногда ну мы знаем ваше отношение к прогестерон игру вы не знаете потому что на самом деле прогестерон это уникальнейший гормон он обладает вообще уникальными свойствами и как я говорил одном из видео я его называю прародителем стероидных гормонов то есть прародителем то есть из прогестерона образуется множество других гормонов и и нельзя исключать прогестерон говорить что это только гормон беременности хотя ибега при беременности плацента вот эта мама основная мама ребенка вырабатывает огромнейшее количество прогестерона так вот когда я создала сначала статью а потом расширил это к большому объемному такому труду почти на 600 страниц на тему прогестерон рассказал о нем от а до я в деталях причем без предвзятости с научной точки зрения я использую этой книге более тысячи источников англоязычных основным источником и современных прогрессивных где я рассказала практически все о прогестероне поэтому меня можно считать экспертом по прогестерону тем не менее то что я вижу удручает потому что вот эта игра в прогестерон спасение беременности она продолжает потому что на этом зарабатывают большие деньги во первых зарабатывает огромнейшие деньги на постоянном измерении прогестерона что не нужно делать дальнейшем на назначение прогестерона и мало того многие врачи даже использовать несколько форм прогестерона практически удавая даже утраивая дозы иногда вообще дозы выходят за рамки допустимых суточных доз но на это никто не обращать внимание потому что когда женщина трясется переживает что вот и нужно сохранить эту беременность она практически не думает ну и плюс она многого не знает я вам скажу честно что книгу которая создала гормонотерапия в акушерстве и гинекологии иллюзия реальность она была создана основном для врачей для будущих врачей также для медперсонала всех тех кто интересуется этой темы и и побоялись опубликовать несмотря на то что поддерживали очень известные люди мои коллеги и ее побоялись потому что боялись конфликта с фармакологических компаниями на территории постсоветских стран и она практически распространяется сейчас в электронном виде потому что ну плюс очень объемная книга мало кто захотел публиковать ее бумажном варианте потому что получится очень таки объемный труд я переделал эту книгу чтобы ее могли читать люди без медицинского образования поэтому есть она в доступе на моем официальном сайте но именно вот с этого как раз момента началось ну как бы мое объяснение что такое прогестерон людям без медицинского образования и вы не представляете как много было приведено проведено лекции семинаров конференции вебинаров записано массу видео были даже телепередачи на тему прогестерона но тема все равно остается актуальной сегодня мы поговорим но не так уж много но хотя бы в общих чертах о прогестероне его значение для беременности хотя еще раз повторю что на эту тему можно говорить часами разъяснять детально прямо в ну как бы разжевывать и сколько бы я не разжевала к сожалению пока сам человек не поймет хотя бы не будет иметь хотя какое-то представление об этом гармоне то любые попытки запугивания акушерской агрессии они но не позволят женщине противостоять этому запугиванию она будет продолжать глотать этот прогестерон пичкать его куда только не хочешь потому что будет расти за беременность не понимая что на самом деле она может повредить свою беременность таким вот подходом мы поговорим о том что что вообще такое прогестерон и где он вырабатывается также я вас удивлю что есть два вида прогестерона хотя по химической структуре эти виды одинаковые мало кто знает что такое лютый оплацентарный сдвиг об этом мы тоже поговорим и я упомяну о так называемая прогестерон недостаточность которая прикрывается как раз назначение вот этих конских доз прогестерона и мы упомянем когда при беременности используется прогестерон и так прогестерон это стероидный гормон это не половой гормон то есть не половой если есть мужские половые гормоны андрогены и женские половые это эстрогены прогестерон это стероидный гормон как я Я сказала, прародитель многих стероидных гормонов. И его также называют гормоном беременности. Хотя в реальности можно смело сказать, что благодаря прогестерону поддерживается беременность. Но этот прогестерон вырабатывает в первую очередь плодом, то есть плацентой. В яичниках прогестерон образуется за счет роста грануляционных клеток в фолликуле. И, собственно говоря, он подавляет рост грануляционных клеток, потому что возникает так называемый парадокс. С одной стороны, фолликул вырабатывает очень много прогестерона, и концентрация прогестерона в фолликулярной жидкости в тысячу раз больше, чем в крови женщины. С другой стороны, когда достигается пик, и фолликул лопается, и яйцеклетка выходит из фолликула, прогестерон, наоборот, начинает подавлять рост грануляционных клеток. И также подавляет рост фолликула. Поэтому, чем больше прогестерона, тем меньше рост фолликула. Мало того, прогестерон подавляет рост эндометрия. И как раз синтетические формы прогестерона часто используются для лечения гиперплазии эндометрия, и вообще для подавления рост эндометрия, и предотвращения вот этих маточных кровотечений из-за усиленного роста эндометрия. Во время беременности прогестерон вырабатывается плацента. И он вырабатывается в таком огромном количестве, что это почти в 15 раз больше, чем вырабатываются яичники женщины. Мало того, яичники женщины вырабатывают прогестерон только в первой неделе беременности. И фактически с 7-8 недели беременности яичники женщины перестают вообще быть гормонально активными. То есть женщина при беременности вступает в менопаузу. Это менопауза физиологическая, и она называется беременность. То есть не путайте менопаузу, когда женщина более преклонного возраста. Мало кто знает, что прогестерон находится в связанном состоянии. То есть опять же есть белок, который связывает вот эти стероидные гормоны. И приблизительно 98-99% всего вырабатываемого прогестерона является связанным. Когда проводят вот эти анализы и определяют уровни прогестерона, то определяют общий прогестерон. И это не совсем отражает картину, ну как бы реальную картину гормонального фона женщины. Мало того, в связанном состоянии прогестерон практически неактивный. И он может переноситься по всему телу. Но мы также поговорим о том, что вот есть два вида прогестерона, как я сказала. По химическому строению они одинаковы. А вот по воздействию, то есть по функции они совершенно разные. И возможно существует какое-то различие даже на более глубоком строении этого прогестерона. Мы не знаем, мы не знаем. Но функции этих прогестеронов совершенно разные. Так вот есть лютеиновый прогестерон, это тот прогестерон, который вырабатывает с желтым телом яичника. То есть желтое тело начинает расцветать после эволяции, достигает пика через 7 дней после эволяции. И как раз это максимальный уровень прогестерона, то есть на 7 день после эволяции. А не на 21 день цикла. Это грубая ошибка. И вот этот лютеиновый прогестерон, он фактически подавляет рост эндометрии. То есть эндометрий превращается с пролиферативного, то есть растущего в секреторный или железистый, где накапливается питательное вещество. Иногда врачи как-то грубо называют такой рыхлым. На самом деле это секреторный эндометрий. Также стимулирует пролиферацию молочных желез. То есть именно благодаря пагестерону молочные железы начинают расти. И собственно говоря при беременности многие женщины отмечают, что грудь увеличивается. Это как раз взаимодействие прагестерона и пролактина, о котором я уже говорила. И подавляет также воспалительные процессы в яичниках и матке, совершенно верно. И поэтому действительно при беременности женщина никогда не болеет. То есть практически это козоистический случай. Женщина при беременности не болеет ни воспалением маточных труб, ни воспалением матки, ни воспалением яичников. То есть это благодаря как раз прогестерону. Прогестерон не только позволяет перейти эндометрию с пролиферативного железа, то есть помогает дифференциации эндометрии. Он улучшает рост и функцию спиральных артерий, которые снабжают эндометрии и улучшает его насыщение питательными веществами. И он также усиливает лютиновый прогестерон, воздействует и на матку, и в принципе помогает в процессе имплантации плодного яйца. И участвует в поддержке плодного яйца до тех пор, пока оно само не начнет вырабатывать свой прогестерон. И как раз при беременности именно хорион или трофобласт, или как мы говорим будущий плацента, обеспечивает плодное яйцо своим прогестероном. Когда произошло зачатие, собственно говоря, лютеиновый прогестерон может действительно понижать сократительную деятельность матки, позволяя плодному яйцу имплантироваться и также стимулирует формирование так называемой децидуальной ткани эндометрия. То есть эндометрия или выстилка матки, она становится немножко другая по своей структуре и играет роль защиты от внедрения, агрессивного внедрения хориона в стенку матки, то есть является прослойкой, некой такой прослойкой. И поэтому как раз именно благодаря формированию децидуальной вот этого шара эндометрия, децидуальной ткани, плацента не врастает в стенку матки за исключением очень редких случаев, о которых мы будем говорить. Но это как раз благодаря тому, что прогестерон тоже контролирует вот это агрессивное внедрение, проникновение в арсин хориона. И молодая здоровая женщина в течение одного менструального цикла вырабатывает около 210 мг прогестерона, то есть в течение 28-30 дней, и что составляет год приблизительно 2500 мг в год. А вот плацентарный прогестерон или прогестерон именно плодного яйца или плаценты, как мы говорим, хориона, трофобласта, играет немножко другую роль. И во-первых, он подавляет воспалительную реакцию миометрии, то есть стенки матки на плаценту, потому что с одной стороны плацента должна прикрепиться и в какой-то степени внедриться в эндометрии, чтобы был вот этот обмен кровью питательными веществами, кислороном. С другой стороны, как раз прогестерон плаценты тоже контролирует рост плаценты и внедрение в стенку матки. Также прогестерон плаценты, именно прогестерон плаценты участвует в подготовке молочных желез к выработке, в дальнейшем к выработке молока и грудного скармия ребёнка, создаёт баланс между сокращением и расслаблением мышц матки. То есть с одной стороны прогестерон может расслаблять матку, с другой стороны он наоборот может приводить в сокращение. Самое интересное, что когда всем подряд назначают прогестерон для якобы при короткой шейке матки, это может сыграть совершенно противоположное действие. То есть прогестерон может расслаблять как раз шейку матки и приводить к её упорочению. Поэтому до сих пор идут споры, насколько действительно, в каких именно случаях нужно назначать прогестерон, чтобы не навредить беременности. Прогестерон подавляет выработку простагландиновой матки, поскольку матки простагландинов, это особые вещества, они участвуют как раз в схватках, то есть в сокращении матки. И для того, чтобы как раз не было преждевременных родов, чтобы матка не реагировала на вырабатывающий постоянно простагландин, из-за того, что она растёт, то, собственно говоря, в этом заслуга прогестерона. Кроме того, прогестерон стимулирует сокращение матки продоношенной беременности и участвует в механизме запуска родов. Как раз перед родом увеличивается значительно уровень пролактина, протестерона и также окситоцина, и практически начинаются роды. Но всех деталей вот этих взаимоотношений между гормонами мы не знаем, поэтому до сих пор механизм запуска рода является некой тайной, и мы до сих пор не понимаем, что на самом деле, вот где эта кнопочка, которая включает запуск рода. Около 30% прогестерона, который вырабатывается плацентой, используется плодом для выработки собственных гормонов. И так и должно быть. Остальная часть прогестерона и других гормонов накапливается в так называемом ретрохориальном пространстве, электропроцентарном пространстве. И, собственно говоря, здесь это хранится на тот случай, если понадобится большее количество гормонов. Также мы не знаем, почему только небольшая часть гормонов, которые вырабатываются при беременности, используются плодом, остальные хранятся как на складе в плаценте. И прогестерон плаценты превращается в пренандиол в печени плода и выводится через почки. И, опять же, циркулирует во колоплодных водах, поэтому в колоплодных водах тоже очень много прогестерона. Теперь мы поговорим о таком важном явлении, как лютое-плацентарный сдвиг. Оказывается, очень многие врачи даже не слышали и не знают о таком важном физиологическом явлении, как лютое-плацентарный сдвиг. И вот эти поиски, бесконечные уровни опрокестерона во время беременности, Особенно вот эти первые недели беременности и неправильная интерпретация анализа приводит к тому, что женщина начинает запугивать, что она не выносит беременность, поэтому и срочно нужно принимать прогестерон. Так вот, яичники женщины, они активны в основном только до 7-8 недели. Даже на самом деле до 4-5 недели. И уже где-то с 4-5 недели желтое тело беременности начинает угасать. Почему угасает желтое тело беременности? С одной стороны есть данные, что якобы ХГЧ поддерживает активацию желтого тела, но с другой стороны есть предположение, что ХГЧ наоборот, он ведь растет практически на 4-5 неделю, идет удвоение уровня гормона практически каждый день. Об этом я рассказывала в другом видео. И есть предположение, что как раз быстрое повышение уровня ХГЧ начинает выключать работу желтого тела, потому что для плода, который является в какой-то степени автономной, независимой, частично зависимой от матери, новой жизнью. И поэтому очень важно, чтобы сам плод и сама плацента обеспечили его всем необходимым. Получает матери только тоже все необходимое, а не имея вот это селективное получение определенных питательных веществ и кислорода. Ведь если вы думаете, что между кровью матери и кровью ребенка идет обмен, это совершенно неправильно. То есть кровь матери, кровеносная система матери и ребенка это абсолютно две независимые системы кровообращения. Тем не менее, как раз чрезвычайно важно, чтобы ребенок был независим. Именно в этом роль плаценты тоже, которая старается вырабатывать по максимуму все необходимое, чем нуждается вот этот ребенок, плод. И оказалось, что когда проводили исследование, это было послевоенные годы, оказалось, что вот если, например, женщине по какой-то причине необходимо удалить яичники, беременной женщине, если их удаляли до 8 недель, то у такой женщины беременность прерывалась. Те женщины, которым удаляли после 8 недель яичники, беременность прогрессировала и, как говорится, потерь особых не было. И поэтому пришли к выводу еще в те далекие времена, что оказывается яичники играют важную роль в организме беременной женщины только до определенного срока. И этот срок оказался как раз не больше 7-8 недель. Поэтому когда начинают назначать прогестерон после 7-8 недель, это грубая ошибка, потому что на этом сроке ребенок не пользуется прогестероном матери, даже если этот прогестерон она принимает дополнительно через кровеносную систему. То есть ребенок не использует этот прогестерон, он использует только свой прогестерон. И вот как раз переход на полную выработку, полное обеспечение себя прогестероном происходит на 7-8 неделе. И мы называем люто-плацентарным сдвигом. При этом если рассматривать уровни прогестерона в крови женщины, то пик достигается как раз 4-5 неделя, потому что желтое тело все еще активное. Потом оно начинает угасать и этот уровень прогестерона начинает понижаться. Тот же прогестерон, который вырабатывается хроническими ворсинами или будущей плацентой, он не попадает в кровоток матери еще в это время. И когда вот этот сдвиг происходит, то как раз уровни женского гормона самые низкие, именно лютоинного прогестерона. Потому что, как я сказала, желтое тело перестает работать и яичники выключаются, становятся инертными. Вот этот момент люто-плацентарного сдвига, он очень важен в плане прогноза беременности. Почему? Около 80% дефектных зачатий теряется как раз, именно клинических, скажем, беременностей теряется до 8 недель. Почему до 8 недель? Потому что, если к 8 неделям плодное яйцо не обеспечит себя необходимым гормоном, в том числе прогестероном, то оно не будет развиваться дальше. Именно поэтому вот этот люто-плацентарный сдвиг не происходит при дефектных зачатиях. То есть плодное яйцо не может обеспечить себя всем необходимым. И тут вводи или не вводи, сколько хочешь прогестерона, это не спасет. Потому что если дефектное зачатие, плодное яйцо дефектное, то тут, извините, пожалуйста, ничего не поможет. То есть природа его все равно выбросит. И проблема как раз в том, что когда назначают на ранних сроках прогестерон якобы для спасения беременности, было доказано, что это не помогает сохранить беременность, но это может замедлить эвакуацию плодного яйца маткой приблизительно 3 недели. И в таких случаях чаще требуется потом чистка этой полости матки для того, чтобы убрать это дефектное яйцо. Поэтому мы не назначаем никаких прогестеронов якобы для сохранения беременности. И если бы врачи понимали вот этот момент люто-плацентарного сдвига, то, конечно, они бы понимали, что конские дозы прогестерона чуть ли не до 16 недель, это не улучшает ситуацию с беременностью. И практически рано или поздно, как показывают многие-многие исследования, что если вмешиваться в этот процесс именно определения дефектно-зачатий, то мы в дальнейшем будем иметь более серьезные случаи, скажем, мертвого рождения или детей с пороками развития. И, к сожалению, как раз прерывать беременность на более поздних сроках намного хуже, чем на ранних сроках. А теперь в нескольких словах мы поговорим о недостаточности прогестерона, чем тоже пугает, навязывает этот диагноз направо-налево и так дальше. Дело в том, что недостаточность прогестероновой фазы или лютеиновой фазы еще называют, или просто прогестероновая недостаточность, это не акушерский диагноз, поэтому его не ставят при беременности. Если вы забеременеете, у вас все хорошо как раз с достаточностью прогестерона. Но это очень редкий диагноз, встречается меньше, чем в 1% женщин репродуктивного возраста, может даже еще меньше. И чем он характеризуется? Должны быть вот эти диагностические критерии для постановки этого диагноза. Если мы говорим о недостаточности лютеиновой фазы или прогестероновой фазы, о чем это говорит? Что должна быть фаза, а значит должна быть овуляция. Поэтому первое, что должно быть, это овуляция в цикле. Потому что должно быть желтое тело, которое будет плохо работать. Тогда мы можем говорить о недостаточности паркестероновой фазы. Если мы не видим желтого тела, если нет овуляции, то никаких недостаточностей мы говорить не можем. И как раз грубая ошибка многих врачей, что у женщин, у которых есть аноовуляция, то есть отсутствует овуляция, и циклы могут быть длинными, выставляется вот этот диагноз, потому что определяет прогестерон на 21-й день цикла, когда его может и не быть, потому что овуляция даже может быть намного позже, или вообще ее нет. И говорят, у вас прогестеронная недостаточность. И на этом как раз базируются фальшивые, вот эти ложные диагнозы о недостаточности. Значит, первое должно быть овуляция, потому что должна быть фазность. И обычно первая фаза при недостаточности прогестероновой, она нормальной продолжительности. Она может быть, кстати, несколько дней, там 14 дней, 12 дней, но она в целом, ее продолжительность более-менее в норме. И мы видим овуляцию, мы видим начало формирования желтого тела. И вот как раз желтое тело по какой-то причине не вырабатывает достаточное количество прогестерона. По УЗИ это определить невозможно. Когда начинает запоить женщину, что ей по УЗИ определили недостаточно желтого тела, это просто обман или накрутка, может выкачивание денег и так дальше. И получается, что когда желтое тело недостаточно вырабатывает прогестерона, вторая фаза как раз прогестерона становится очень короткой. Она меньше 9-10 дней. И у женщин таких цикл обычно меньше 21 дня. То есть они говорят, у меня цикл очень короткий. Иногда желается, что чуть ли не каждые 15-16 дней у них есть месячные. И поэтому, да, такие женщины, они могут беременеть. Однако, из-за того, что есть нехватка прогестерона и эндометрия не успевает подготовиться к принятию беременности, у таких женщин могут быть выкидыши. Обычно на ранних сроках до 5-6 недель. Чаще всего, максимум до 8 недель. Потому что плодное яйцо не успевает нормально прикрепиться к эндометрию. Или эндометрию, скажем, не совсем хорошего качества, не секреторной. И не происходит вот эта имплантация. То есть женщины беременеют прогестеронные недости, однако нарушается имплантация. И чаще всего у таких женщин будут спонтанные выкидыши на очень ранних сроках. Это необходимо понимать, потому что, когда ставят такой диагноз женщины, которая забеременела, которая уже 8 и больше недель, то это как раз будет неправильно. Еще раз повторю, что диагноз прогестеронные недости, это диагноз гинекологический, хотя может сопровождаться как раз потерями беременности на ранних сроках. И в таких случаях, действительно, во второй фазе менструального цикла мы можем назначать прогестерон, но мы его не назначаем больше, чем 7-8 недель беременности, поэтому не назначаются в течение всей беременности. И даже сейчас пересматривается, что есть, например, данные, что такой прогестерон поддерживающий можно назначать только до 4-5 недель беременности. Но еще раз повторю, даже если кому-то ставят такой диагноз, прогестерон не назначают позже 8-й беременности. Это важно понимать. Уровень прогестерона меняется во время беременности. И, скажем, они меняются даже до беременности. То есть в каждом цикле могут быть разные уровни прогестерона. Поэтому мы не измеряем прогестерон. Когда всем подряд начинают измерять прогестерон, и из-за него назначать какие-то формы, таблетированные какие-то формы прогестерона, это грубая ошибка. При беременности мы не определяем прогестерон, потому что для здоровой беременности определение прогестерона не имеет никакого практического значения. Если мы видим нарушение беременности, то естественно, что уровни прогестерона могут быть низкими, но опять же назначать специально прогестерон, чтобы поддерживать беременность, не зная, дефектно ли она или нет, это будет опять же грубая ошибка. Но самое интересное, что даже у нас нет чётких референтных значений, какой должен быть уровень прогестерона, особенно во вторую половину беременности и в конце беременности. И если мне присылают, например, женщины анализы прогестерона 16-20 недель, говорят, что вот врач говорит, что у меня что-то не так с прогестероном, нужно спасать беременность и так далее, это грубая врачебная ошибка, потому что при беременности мы не определяем уровень прогестерона, особенно если уже прошёл рубеж первого триместра, у нас нет чётких референтных значений для уровня прогестерона. Но даже если брать из тех публикаций, что мы имеем, например, зависимо от того, в каких единицах измеряет, например, прогестерон, то, скажем, если он в нанограммах на миллилитр в первом триместре будет в пределах 8-48, то в третьем триместре он может доходить до 345 нанограмм на миллилитр. Поэтому действительно огромнейшее колебание. Опять же, это в основном прогестерон, который вырабатывается плацентой, и для нас он не имеет никакого практического значения, поэтому мы не измеряем чаще всего прогестерон при беременности и не нужно, как говорится, бегать по лаборатории. Когда назначают прогестерон при беременности? Всего-навсего в нескольких случаях, в нескольких. И в первую очередь, например, если это была ассистированная репродукция, то есть могло быть ЭКО, или в некоторых очень редких случаях после стимуляции яичников, прогестерон после ЭКО назначается, например, сейчас на 14-15 дней поддержки терапии после переноса эмбрионов, то есть очень короткий срок, буквально 2 недели. Никто тебе не назначает на 16 недель, на 14 недель, то есть это уже отошли давным-давно от этих схем. И кроме того, нет никаких схем отмены, то есть прогестерон можно отменить в любое время. Все это мифы, что якобы отмена прогестерона приведет к прерванию беременности, поэтому нет, прогестерон можно отменить в любое время. И первое, то есть это ассистированные какие-то технологии. И даже после использования, например, тех же препаратов для стимуляции эволюции старых, особенно как стилбегид, поддержка прогестерона может быть, опять же, только первые 2 недели беременности. Другая сфера, где назначают прогестерон, это спонтанные выкидыши, повторные, то есть 3 и больше спонтанных выкидышей на ранних сроках, когда исключены все другие возможные проблемы, в том числе анатомические дефекты матки, другие-то какие-то, скажем, генетические поломки, но не тромбофилии. На эту тему поговорим в другой раз. Но имеется в виду, что действительно, даже если неизвестна причина, можно назначать, опять же, до 7-8 недель можно назначать прогестерон. Это меньше 1% женщин, планирующих беременность, и вношущих беременность, поэтому не все поголовно. Прогестерон начали использовать при короткой шейке матки, и с микоцервикальной недостаточной. Опять же, диагноз и с микоцервикальной недостаточной должен быть доказан. Это не значит, что у каждой женщины нужно, если измерили, причем неправильно измерили длину шейки матки, вдруг назначать прогестерон, потому что она не выносит. Этим диагнозом злоупотребляет, потому что направо-налево продают писарии, которые неэффективны, но зато на них зарабатывают большие деньги. И, конечно же, дополнительный прогестерон всем подряд назначает, что тоже неправильно. На тему назначения прогестерона при короткой шейке матки мы поговорим отдельно, но в реальности очень много споров, потому что есть данные, что он эффективный, есть данные, что он эффективный. Поэтому этим как раз и злоупотребляют все остальные, которые считают, что женщин нужно как-то спасать, поэтому давайте будем предлагать другие какие-то фиктивные методы. Женщина в отчаянии, она согласится во все, что угодно. И вот, в принципе, все, как говорится, назначения прогестерона, то есть получается, что на самом деле мы практически прогестерон при беременности не используем. Мало того, было уже немало данных, и даже до сих пор во многих инструкциях по применению прогестерона написано, что прогестерон запрещен первым три месяца, так как он может вызывать пороки развития. И действительно было опубликовано очень много данных, но сторонники прогестерона начали упрекать всех тех, которые опубликовали эти данные, что типа по канонам доказательной медицины достоверность этих данных низкая, и типа, ну, если учесть, что раньше, например, действительно не было вот этих четких критерий, как должны проводиться эти исследования, то есть как проводится статистическая обработка данных и прочее, то реальности можно всю медицину перечеркнуть и сказать, что она была, проводилась неправильная оценка вот этих методов эффективности. Тем не менее, все-таки такие данные были, они собирались годами, и все больше и больше данных, что прогестерон, как любой стероидный гормон, может оказывать негативное влияние на плод. Об этом я написала как раз в книге «Гормонотерапия в акушерстве и гинекологии» целый раздел, где я рассказываю о том, что было найдено в отношении пороков развития ребенка под влиянием прогестерона, то есть какие данные существуют. И я скажу так, что здоровая беременность не нуждается в прогестероне, а дефектная беременность тем более не нуждается в прогестероне. И это важно понимать, именно вот этот постулат, потому что здоровая беременность, она будет прогрессировать без всяких лекарств. На другие темы, как в том числе гормональные темы, мы поговорим в других видео.